Всех приветствую, большое спасибо, что пришли. Мы все долго ждали этого концерта. Я хочу сказать, что выросла не только на отцовских песнях, но и на других афганских кассетах, в том числе на песнях Игоря Морозова и Юрия Кирсанова. И сегодня мне почему-то захотелось спеть именно одну песню Игоря Морозова, которого он уже перешел в другой мир, и Юрия Кирсанова, которая сейчас живет в Донецке. А отцовскую я спою не песню, я уже с этой сцены пела его песни, а прочитаю стихотворение, которое написано по следам рассказа моего дедушки, отцовского отца, Глеба Викторовича Верстакова про бой за город Бугушевск. Начну с песни Игоря Морозова, которую вы, наверное, хорошо знаете, и я ее тоже люблю, она у меня всегда в клави играет. ПЕСНЯ И не верю в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облаками, тянутся прерывистые встречные огненные трассы дышат. И кому бы судьба какая в выпаде, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты, алые высветят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, алые высветят, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалею. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении труси. Но опять летим мы на задание, режут небо кромко лопастей. И опять земля Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. И опять земля Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, дорогая из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров. Что в часы свободные ходим по дуканам, Базарнее Кабула я не видел городок. Что в часы свободные ходим по дуканам, Базарнее Кабула я не видел городок. Не могу рассказывать о своей работе, Что всегда с оружием в город я хожу. Что про нежилеты среди нас в почете, По ночных дежурствах тебе я не скажу. Что про нежилеты среди нас в почете, По ночных дежурствах тебе я не скажу. Я писать не стану о шинданской пыли, Тряске в БТРах, в горных кишлаках. Что во время рейда в переделках были, И ложились пули рядом в двух шагах. Что во время рейда в переделках были, И ложились пули рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, как мы потеряли Лучших из товарищей в этой стороне. Зря в своей судьбе они жизни доверяли И лежать остались на стальной броне. Зря в своей судьбе они жизни доверяли И лежать остались на стальной броне. Лишь одно скажу тебе, ангел мой хранитель, Что во всех походах ты была со мной. Тысячью невидимых, связанным и нитей, Я тебе обязан тем, что я живой. Тысячью невидимых, связанным и нитей, Я тебе обязан тем, что я живой. Дедушка мой был танкистом. Бой за город Бакушевск. Командира убило утром, и нелепо на первый взгляд. Люк открыл на одну минуту, и шайной подгадал снаряд. Я тогда доложил по связи, принял роту, просился в бой. Комбалка запретил не сразу. А пехота пойдет с тобой? А пехота сидит в окопах, крепко ученная в бою. У нее уродимый опыт, артиллерия ждет свою. Бакушевск — невеликий город, деревянный, в один этаж. По всему было видно, скоро обязательно будет наш. В роще слышно, гремят составы на железнодорожном узле. Эх, ударить бы в лоб и справа, но пехота молчит в земле. Два часа простояли в роще, а потом я терпеть не смог. По домам городским на ощупь к огоньку бежал огонек. Поджигают. Ну что же, гады, это пламя вас возьмет. А пехота пойдет, раз надо. Рота, делай, как я, вперед! Как влетели мы, что там было, не припомнить и не понять. То ли пламя глаза слепило, то ли были мы из огня. Шесть взъярившихся тридцать четверок не жалели боезапас. То ли мы занимали город, то ли город врывался в нас. И на станции у состава, не успевшего отойти, паровоз повалили на бок на грохочущие пути. А потом пробил час пехоты. И, захлебываясь спеша, затрещал вокруг, заработал наш отечественный ППШ. Бой распался на эпизоды, где мы выполнили свой долг. Через день отвели на отдых наш отдельный танковый полк. Но не мы одни воевали, не о родных заслугах речь. Бакушевск и без нас бы взяли, мы всего лишь не дали сжечь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, это правда такое было. Я, кстати, это стереория начисто позабыла. Юрий Алексеевич, боевой офицер, моряк Северного флота, да, вот он где-то этот стих прочитал. Сначала говорит, ты прочитай это сом. Я говорю, ну я что-то это давно написал, я такой боюсь. Значит, он говорил Машка, Машка прочитал. Молодец. Так, объявление одно, и серьезное. 22 мая, фактически через месяц, да, будет день рождения Игоря Морозова. И в этот день, в этом же заде, в это же время, присутствие здесь Миша Михайловна, ты уже здесь? А вот здесь, вот здесь. Здесь. Будет концерт Михаила Михайлова, который будет начисто посвящен именно Игорю Морозову. Не знаю, как будет Миша его проводить, да, но я знаю, что Морозов Михайловы относился хорошо. Поэтому 22 мая, кто сможет, не знает. А до 22 мая еще много дата. Одну священную я упоминал, 9 мая. Вторая для меня, ну, нет, конечно, не столь же священную, но очень дорогая. 5 мая день печати. День рождения Карла Марта, 5 мая. Точно, да? Да. Да. Сегодня здесь, мои дорогие, это уже с театра Морозов. И не только из правды. Я оставил. Но и нашим конкурентом, любимый газета «Известия», он Михаил Михайлович Немов, который связан с соседней пушкой, как сливковой боевой университет. А у нас я об чем вспомнил еще? Когда я пришел в правду, удивился, значит. Ну, две вещи. Одно все говорит, да, вот у нас секретарь, что все старые, там газеты старые, а в «Известиях», ты знаешь, там такие все эти этажи. Нихаил Михайлович, хочу в «Известиях». Вот, но потом мы поправились. Плюс там удар. Вот щенок. Вот я качал проходение Дзержинского, я еще скажу несколько слов, но в общем курсантом качал, не офицером. То есть был на руке. Младшим сержантом. Ну да, да, но все-таки по 20 лет, да? Я помню. Потом там где-то на каких-то подземных объектах там узла связь генштаба, в общем лейтенант. И вдруг там получилась так судьба, еще скажу потом, что вот приходишь в правду в военный отдел с специальным корреспондентом, военный отдел сохранял еще, что вот именно они оставались как бы официально. На полковничью должность и получаем меньше, чем лейтенант в армии. Все вот сейчас тоже, о, правда, коммунисты зажрались, вот вы жили там. Глеснорю, да, армия Гайдарского. Тоже мало. Про Гайдара еще раз скажу. Вот по этому поводу я написал несколько песен, я сейчас свою самую первую песню, что я написал, придя в правду. Она называется «Первый плач» специального корреспондента. Да, там напоминается улица Горького, да? Известия сидели в самом центре на улице Горького, да, Пушкинской площади. А мы сидели в глухом тупике на улице Правды, вот куда только самолету можно прилететь. Или же, да, маршруткой, вот тогда нужно выезжать туда на улицу Горького, туда, к Известии, а тут уже садиться в метро. Ну ладно, почему? Я к тому, что я не сочиняю, а вот это просто песня о жизни, реально вот сотрудника правды той, той эпохи. Поздней ночью на улице Горького, когда номер подписан в печаль, славный друг, очищения горькие, с молодецкого скинув плеча. Вот идешь ты, дурной и прокуренный, почернев от газета на лея, в голове твой за штукатуренной не пылает святого огня. Ничего тебе нынче не можется, не глядишь ты, исполнены тоски, как мои печи кражины крожатся, под ресницами тлеют зрачки. Хороши вы на ноги и бестии, жаль, в чужом огороде поют. Говорят, что в газете известий всем таких секретарш выдают. А вокруг ресторана на губище, разден слава и о них молодежь. В ненубленном спецкоровском рубище ты стыдливо сторонкой идешь. И пока до твоей однокорнотной громкает полночный трамвай, размечтайся о чуде каком-нибудь, но жене ее не называй. Съешь на кухне котлетку холодную, не спеши освещение вкручать. А на лейко сто грамм за свободу и за советскую нашу печаль. С каждым годом она все могучее, вкруг ее вся страна сплочена. Так не столь окна, словно чучело, ни хрена не видать без окна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я сегодня, да, уже ребята, которые, знаете, я обычно просил, что подавайте записки, что нужно спеть. Сегодня, после двух с половиной лет отсидки в деревне от ковида, я могу не выполнить какие-то задания. я сейчас выполню программу, потом решу. Есть мистическая связь, я ее не буду даже формулировать, потому что я могу, между войной и любовью. И утром навсегда расстанемся с тобой, и все-таки любовь останется любовью, и все-таки война останется войной, и все-таки любовью, останется любовью, и все-таки война останется войной. Разбакнуто окном, в драме гендук ушел, маячет за окном графтанская война. Зачем в чужих горах мы сохранили душу, на нынешней войне душа нам не нужна? Зачем в чужих горах мы сохранили душу, на нынешней войне душа нам не нужна усиленная земля, осколками державы, куда ни сделай шаг кровавые святы, не обрести в бою ни вечность, ни славы, ни честного креста, ни шестиной звезды, быть может смерть уже стоит у изголожьем и утро навсегда расстанемся с тобой и все-таки любовь останется гùngом и все-таки и Agriculture остается войной и все-таки и остается и все-таки война останется Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлить, Опять хохотит медсестричка, Бережет сало, совпалит. Над платочным брезентом Свистят по ветру и тот свинец, Жизнь, словно кадры киноленты, Дала картинку, и, наконец, О чем задумался Расштаба, Как я в яхт увидел сны, Откуда спирт, откуда баба, Спроси об этом у войны, А хорошо, сестра, охотит, От медицинского вина, Она любви давно не хочет, И в душу глянула война. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт, Опять хохотит медсестричка, И режет сало, совпалит. Для всех, конечно, мне очень дорого, что сегодня пришли несколько моих дорогих ребят, Однокрашников по военно-инженерной академии имени Дзержинского. По названию, по имени, все думают, что он КГБшник. Но это довольно близко, потому что я не сразу знал, Но вообще это была академия создана на паритетах начала Ракетных войск стратегического назначения КГБ и ГРУ, Главное развитие управления Грестава. Поэтому у нас кто-то ушел в КГБ, Кто-то стали большим начальниками грунта. Ну, это то самое. Ну вот, ну, а я-то туда пришел с щенком белогвардейцем. Тогда же было модно где-то, в начале 70-х годов, в конце 60-х. Вот, и я помню, что шел в строю и говорил, Вот в этот долбаный Кремль мы когда-нибудь войдем на белом коне, И всех этих большевиков из жида Ленина мы выбросили из мазолея, из Кремля, Меня вызывают в особый отдел. Говорят, ну, что ты говоришь? Ну, зачем ты это говоришь? В общем, меня воспитывают, говорят, ну, не выглядели, представляешь это. Я сейчас вспоминаю наших, помнишь, это наш первый начальник грунта, Там, полковник Закурдаев, да? Закурдаев, выходил, что-то такое. Они же нас учили каким-то почти белогвардейским песенам. Мы уходили в столе и орали, Взлейте, соколы орлами полно... Короче... Потом вам рыбаков досталось. Ну, это тоже. Ну, вот я в курзанское время, да, написал еще одну белогвардейскую песню, До которой мне до сих пор не стремлюшись. Если черные птицы за слоят небоскво, Мне еще пригодится мой последний патрон. Если тех, кто любили, вдруг изменят свой дом, Не поможет быть сильным мой последний патрон. Верьте, символы веры, что надо им ничьям, Господа офицеры, господа юнкера, Если трон пошатнется, Станет губью затрон, Супостата вопьется, Мой последний патрон. Вспыхнет старое знамя, Над Россией огнем, Я пятненький раз мы в атаку пойдем, А изменить фортуна И догонит свинец. Что ж, военная юность Не для слабых сердец, Золотые погоны Мы носили не заряд, Я последний патрон, Как в судьбе доверял, Могу ли за границей, И парильский притон, Мне еще пригодится Мой последний патрон. Чего так ругаешься туда? Нет, Белговоротических песен я могу долго. Но представляете, Или меня застукали За распространение порнографии, Это было такое. Потому что я до этого учился В Московском революционном институте, И всякие журнальчики Там что-то у нас все-таки было. Я где-то на лекции Что-то кому-то показал, Что там печатали. Меня уже в перерыве Между двумя часами лекции Вызвали. Говорят, Вот положи вот это, Что ты показывал, И больше так не делал. Я думаю, С какой любовью к нам Это могли бы голову торвать, да? Все, когда ругаются в советское время, Не знаю, ребята, как думал, да? Я в КГБ Не прошел проверкой, Мне хотели взять журнал «Пограничник» Там, журналистам, доправить. Тебя Маканаде Зубимедовичу льет. О! Замечательные для такие времена. У меня почти нет песен На чужие мелодии, У меня хоть примитивненькие, Я понимаю, Но свои. Одну песню я написал Все-таки из последних. На чужую мелодию, Вы, Стражин, знаете уже, До меня уже кто-то... Сейчас. Узнаем порядок. Не считается, Еще раз. Что ты жадно видишь, Что ты жадно видишь, Кстати, Морозовый, Мороз. Что ты жадно видишь сигареты В стороне от веселых друзей, Может, вспомнил родную газету Или провинциальный музей. Ах, какие там были девицы, Ох, какие вершины седела, Как скакали двои кобылицы, Загусившие любви удела. На служебных диванчиков узких, В древних креслах, На стертых коврах, Скинув юбки, Верные блузки Отдавались они в глупыхах. И на гребне застойной эпохи Вновь неслись, не страшность, Ни чертам, Расточая и стоны, и вздохи, Опуская все ниже уста. В постарении бывают лошадки, Нет газеты, разграбленный музей, Не играй же ни в трезвость, ни в прятки, Выпей и отправляйся на святки С тройкой старых веселых друзей. Ну что, никогда не дали. Ничего, ребята, я скоро тоже буду говорить. Вот песня, которая, в общем-то, стала для меня исторической. Я написал, когда еще шли, да, видимо, еще начало было. Называется «Аллах-Экбар». И я понимал, что делал. Хотя по интернету потом было очень много, буквально тысячи, Разгневанных ужасных отзывов, что как вы можете вообще-то... Ну, мне казалось, что... Что мы когда-то будем на одной стороне. Но «Аллах-Экбар», в принципе, это наши офицеры, Одно время стали шутливо, дорогой тебя приветствовать. «Аллах-Экбар», «Аллах-Экбар». Но, в принципе, я понимал, что это нельзя петь, да. Я оказался прав. Даже, как может, вы слышали фразу, что в Мариуполе местные жители, когда услышали «Аллах-Экбар», вернули, слава Богу, русские на колесо пришли. «Аллах-Экбар» «Русские форсии» «Да». «Аллах-Экбар» 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 «Не было тошно в жизни той, да жить, как все из снов, Простеться с ревной женой, Аллах-Экбар дружом. Аллах-Экбар» Аллах, Аллах Акбар Он в могилу отца заплакал наконец Твой путь пройду не до конца Аллах Акбар, отец Аллах Акбар Аллах Акбар, горит песок и рушится скала И очередь наисказок дорогу перешла Аллах Акбар, Аллах Акбар Аллах Акбар, горит песок и рушится скал И перебит дотор, видишь, в атаку батальон Аллах Акбар, майор Аллах Акбар, Аллах Акбар Вы слышите, как мы поем, там цинковых гробах Ты видишь, как мы идем, мы не свернем Аллах Акбар, Аллах Акбар Аллах Акбар А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар Его, может быть, просим ему, Аллах Акбар Аллах Акбар, Аллах Акбар Бывает город Кандагар Живым уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар Аллах Акбар, друзья Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Вот такое же мне легкое сомнение идет Насчет Грузии Хотя, конечно, 08-08-08 Когда они подло расстреляли наших миротворцев Прощать нельзя Я там, кстати, был, но не в то время Позже Из принципа сходил на новую границу Грузии Искупался в земле по границам Которые не завязали После этого написал песню Ну, я к тому, что с грузинами Мне очень хочется, что мы когда-то опять как-то объединим Вот мало кто знает, может быть Ну, да, ну, в смысле, это все знают Что завтра Пасха, да? Но мало кто знает то, что Вот из русских святых Где есть книги, там у меня все разные сборки русских святых Мы никого не признаем, кроме грузинов Вот грузинские святые, они На таком же уровне, как и русской святые И я надеюсь, что этот бар так кончится И мы, грузины, еще будут с нами рядом Ну, естественно, когда был писателем Когда был военным Страшно любил им ездить в грузии Не только потому, что они там много пьют, да? Ну, хорошие люди Ну, вот сейчас спою песню с этой святой Что за странная надпись на гильзе В Осетинском отбитом селе Минеральные моды ловится На царапу, на крат на стекле Да, я помню проспект Ростове Им так сниду над ними куру И друзей с кентукавши Отбиваясь водой поутру Это с вами водой минеральной Из бутылей висящих верднов В тихой лавочке, что на центра На проспект выходила окном А какие там были сиропы Вкусы мёна и цвета заре Это вам, господа, Европа Это Грузия, чёрт побери Это вам, господа, Европа Это Грузия, чёрт побери Разве мы не любили друг друга Наших предков и наших святых? Разве не исполняли покрытые строки песен Наивно, простые Только страны В лесной границе Под огнём, опасаясь, пристали Минеральная вода лодится На задымленной гильзе читат Минеральные воды лодится На задымленной гильзе читат Аплодисменты Аплодисменты Православный Хотел несколько слов сказать О Тимуре Гайдаре Должен по-моему Ну, начнём с того, что вот эту песню Которую я сейчас вам спою Она называется «Перед закатом души Кэрлата» Я впервые спел Тимуром Гайдаром И он заплакал Но какая была ситуация Накануне его день рождения Это уже конец 80-х Уже его сын Егорка Гайдар, которого все поднимали Уже большой человек правительства Не помню, председатель правительства Ну, что так, хренаденько-то Ну вот, естественно, день рождения Встречали вместе У Тимура, да И я был Ну, я уехал в барак Чтобы не мешать Общение отца с сыном А потом наутро В редакции Появляется Тимур Там вот хмурит совершенно Ко мне приходит в кабинет Говорит Там, видишь, у тебя там коньяк есть? Я знаю, что у него всегда У него стоит бутылка В сейфе в его кабинет У меня тоже есть Что-то так Он говорит, давай выпьем Выпьем Он заплакал Я говорю, Тимур, как А сейчас черно? Я понял, что он свой бутылк уже выпил Он такой не пожал Слушай, говорит Мне Егорка вчера рассказал Что, папа Все, что ты делала раньше Это не имеет никакого значения Вот сейчас важно Что ты сделаешь для перестройки И Тимур это так заделал Да? Что он это самое Вот я говорю Тимур, как за это Тимур, неважно Ну, ну, что Егорк, он же больной Он же раненый Умер Ну, пусть казалось Как им не расстроен А потом я подозрив Он говорит А тебе вообще, говорит Кого тебе жалко? Меня или Егора? Я говорю А не вас ли жалко? Не Егора Мне жалко отца Аркадия Петровича Гайданова Великого русского писателя Он, кстати, мало кто знает По матери Он прямой Подолок и верно По матери И в нем Никакой еврейской крови не было В смысле Старший Гайдар Ну, его, да Про старший Гайдар Два слова Его убили, да Когда выходили Из окружения под Киев Что он прикрывал Кого-то там Это самоотходно Кто его убил? Не фашист Его убили Украинские националисты Украинские националисты Кто убил Ватутина Командующего фронтом Которого Сталин называл Генералом наступления Ну, смертей не ранили Да? Украинские националисты Кто убил Нашего великого Легендарного Разведчика Николая Кузнецова Фашисты? Нет Украинские националисты Ребята Когда вот сейчас Говорят, что О, надо там Деноцификацию Пусть это все глупо Зачем Но тысячи И десятки тысяч Фашистов Они столько Убили наших Отцов и дедов Хотя, конечно Миллионы украинцев Великолепную Воевали Против фашизма Но, короче Там бить надо Ну, короче Вот и Когда ты, может Ты все сказал Говорили Тойка Семь новые песни Псал Давайте Он споет У меня всегда Было На службе Гитары Да Он после этого Обратился И у него Целы любимые песни Ну, а я Дискну Про него Написал Потому что Когда Я знал, что У него были Очень красивые Девчонки Ну, Тимура У команды Там все Красавец Он, кстати Служил в подводном Флоде Настоящий Был стартом Реальной Подводной Лодки Перед Заказом Души Крылаты Смотрят Розы Глазки Мы сегодняшний Все Разлюбили И после завтрашних Черт Поверили Перед закатом Души Крылаты Смотрят Я хочу сказать Про это же Телу Да У националистов Да Игорь Морозов Который Мы должны забывать Что Это тоже Посвящено Ему Вечер Он попал В пять Лет Под обстрел Рянина А где это был? Это было В городе Львове Где его Отец Тогда Добивал Бандеровцев Да И они На него Совершили Покушение Когда он С сыном Гулял По Львову Игорек Морозов Впервые Был Под обнём В пять Лет Сейчас Одну песню Вроде Шуточную Да Уже Вроде Устаревшую Но Мне Хочется Спеть Называется Дышите Нос Господа Я Слишком Резко Залезал Меня Рвало Моис Вокзал И Я к дорожному Врачу Пошёл С вопросом Он Путь Спасения Указал Когда Всего И сказал Дышите Нос Он Сказал Дышите Нос Россия Прячется В Англии Ушки Светятся В Кремле Засыпать Густами Залить Бандик Лохосом Как Полегчало И Не Рвало Б От Стыда Дышите Нос Господа Дышите Нос Зато Какая Молодёжь Меня Отошнит От этих Рожь Спецов По пиву Интернету И Колёсам Ну Парни Туда Сюда А Вот Здесь Сами Беда Дышите Нос Господа Дышите Нос И Все Же Я С Дышу Поскольку Нос Я Дышу Ко всем Я Добрый Даже К Черным И К Раскос К Юн Сам И К Девкам Молодым И Уж тем Более К Седым Дышите Нос Господа Дышите Нос Идет Дорога Никуда Сажусь В любые Поезда А вдоль Пути Лежат Вагоны Под Косом Все Замыкает Провода Шестиконечная Звезда Дышите Нос Господа Дышите Нос Пусть Замыкает Провода Шестиконечная Звезда Дышите Нос Господа Дышите Нос Еще Одна Песня Туровечная Любовь Называется Татьяна День Сердце Лежит Сердце Сердце Лежит Я без тебя не погиб Ты без меня не пропала Да, не раз не смогли Перелистать ли сначала Дети, супруги, года Сколько препятствий на страже В жизни земной никогда Мы не увидимся даже И никого не нянем Ведь не бывает иначе В полночь татьяна дня Я потихонечку плачу В полночь татьяна дня Я потихонечку плачу Мы отстаем на 4-5 минут и глянем Мы не спешим Да, на телевидении спешим сегодня Они хотят тихо Афганский гринзон Нет, ребята, это возможно, но нежелательно Вот я спел песню про вечный рот А потом мы стареем И начинает старческий эротизм Белый палец с черным амалкой И над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Не с такою молодой Черноморская русалка И даже губы салаты С нею шатками И валка На валене У нее У нее Коза Постополя нашу я Кто занесло При Стангравской Свалили Сетку мимой Снесли При Кверкурии Утопили И другие Горавли А потом Гуляли Чинно по большой Большой Морской И при горке Как мужчины Вслед Глядели С тоской Черноморской Наверным Говорили Не таять Ах, какие Нужны Нервы Чтобы иметь Такую связь Ах, какие Нужны Нервы Чтобы иметь Такую связь Белый палец Черномор Над зеленою Водой То ли счастье, То ли горе Не с такою молодой Черноморская Русалка Даже губы салаты Снижут Шатками И валка На волне И без волны АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Предпоследняя песня Надо еще Серьезно Морозу Мы с ним как-то Дали друг другу Исшение Он говорит «Глебыч, можно эту песню Споете?» «Можно это саня» Я говорю «Ну, а я твой буду петь Вот одна песня. У Мороза, кстати, мистика в нем заключается, что у него одна песня побуждает в какой-то любови, там, чьей-то постельной страсти, там другая еще. А вот песня, что я вам сейчас спалю, она, вот когда в какой-то тяжелой или дальней работе, она помогает себя чувствовать. Ну, например, едешь на какую-то дальнюю рыбалку, давно успеет, да, и не можешь взять какую-то горьку, да, и начинаешь спеть вот эту песню, помогает. А я думаю, что вам тоже может поможет, уже здесь многие немолодые сын из моих друзей, да, вот дожить наше самое трудное время. Короче, песня Мороза. Я поднимаю тот за друга старого, с которым вместе шел через войну, земля дымила, сплавилась пожарами, а мы хотели слушать тишину. Я поднимаю тот за друга верну, с уродом, с братом моего, я бы не вернулся стой войны, наверное, когда бы рядом не было его. Николеп тут свистел, а я гаги, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Последние бодроны сигаретелей Мы буром уделили по палатке. Одною плащ палаткою согреты, Мы спали, и в России снилось сна. Несколько бы мне в жизни не отпущено, Куда б меня не бросила судьба, Я помню, как одна, как друга лучшего, Свела со мной альпанская тропа. На старой фотографии любительской, Еще после атаки не остыть, Ставим мы два десантника из Витебска, Устала, улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, Слеча горит и таяц тяги. Мы в день победы верили с Алешей, И в день пришел я праздную один. ПЕСНЯ 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 Я закончил все-таки традиционно, чем заканчивал любой концерт здесь, в гнезде глухаря. Песня называется «А что нам терять, кроме чести?» От боя до боя недолго, Ни ком рот калитры бы не встать. А что нам терять, кроме долга, Нам ничего больше терять? И пусть на пространствах державы Весь фронт наш и незримая пять, А что нам терять, кроме славы, Нам ничего больше терять? Белоткие волосы серы, Новым белозь белая прядь, А что нам терять, кроме веры, Нам ничего больше терять? Звена из некрашенной жести Восходят над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не лететь, Нам вечная песня подставить, Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Я хотел сказать отдельное спасибо Виктору Глебовичу за его мужество, за его преодоление. Так получилось, что в 340-м нашем отдельном маршрутодесантном он получил боевое крещение. Там он был ищет только всегда, и такое тоже могло быть вполне реально, и единственный корреспондент, которого я видел, не бегал от боя. Он туда рвался, там в моей лыжной шапочке, вместо каски, это был чудной в этом плане человек, который хотел видеть все своими глазами и воспроизвести. Ну, я скажу, Виктор Глебович, вы достучались, достучались и дошли до ручки. Значит, первое, что хотел вам сделать признание, то, что от имени командира отдельного 345-го полка Николая Ивановича Сердюкова, на ваших вещах наш полк, и, вы знаете, в лицах, в лицах наш полк, значит, он творил много что и на войне, и после войны, и после, к сожалению, полка не стал, а он стал политически, как говорят, не угоден. Ну, мы сейчас боремся за возрождение этого полка, а я о другом хотел сказать, совсем о другом, Виктория, я хотел сказать тебе большое спасибо за то, что Мои курсанты, это мои племянники, они жили, учились и пели твои песни. Сейчас воюют наши внуки. В частности, внук командира полка Сердюкова Николая Ивановича, командира взвода, которого бросили нечаянно. Достойно вышел, когда взводы были, одни раненые, но почти одни. Перегруппировался и сейчас наступает атака. Это наши внуки уже. Володя, это тост, пойдем за стол, говори, пожалуйста. Я поднимаю этот тост за великую, великую славу нашего оружия, за наш русский непобедимый дух. Все равно мы будем первыми. Это случайно не стал. Так, никто пока, в смысле, кто больше ходит, но мы...